будет рассматривать суд. И если люди готовы разбираться в суде, тогда в суде выясняется, кто был прав, кто виноват. Также можно оформить место ДТП, как мы оформляли его с участием транспортных рейсов, также ДТП можно оформить с участием самокачивых. Если он скрывается, соответственно, при вызове полиции делается отметка протокола, что второй участник скрылся. Если на пути самокачивых нет ни велодорожки, ни тротуара, то в такой ситуации можно выезжать на обученную проезжую часть, темно я пояснял пресс-секретарь ВУШ Денис Балакирев. Он строго на обученную, в коем случае не знаю весь общий поток, и только ДТП было на близко, когда вновь появится тротуар или велодорожка. Таким образом, приоритет для обучения велодорожка, при ее отсутствии, это тротуар, при отсутствии велодорожки тротуара, это обучена на автомобильной дороге. Проезжая часть это допустимое место проезда на электроспокате, но только в случае, если нет тротуара или велодорожки. При этом также на обороженном движении написано, что приоритет на тротуаре всегда у пешеходов. То есть ехать на самоказе необходимо таким образом, чтобы не только на провоцировать вступы, или всегда никаких опасных ситуаций, но и просто не пугать прохожих. То есть необходимо выбирать такую скорость и такую манеру вождения самокатного, чтобы никакой не доставлять дискомфорта. Если вы едете и пугаете пешеходов на тротуаре, то это сейчас тоже наруширует на тротуаре движение. Даже в столице недостаточно велодорожек, поэтому пересечение пешеходов и самокатчуков не сбережно им на продолжил Денис Балакирев. Но правда кикшеринговая компания продумывает функции, чтобы самокат мог распознать пешехода. Мы сейчас тестируем технологии, в частности компьютерное зрение. В ближайшем площадь у нашего самоката прежде всего научатся различать такие нарушения права на поездке. В районном самокате нам для головы смогут видеть внезапно возникающие препятствия, то есть если вы едете на самокате и только отверглись, а при главном поставить чехол к дереву, то есть самокат сам сможем там выделить и на другой уровень у нас здесь есть скорость, для того чтобы прекратить создание какого-то умеренного инцидента. И в числе прочего, как будто у вас время будет анализировать дорожное покрытие и сопоставлять его с кармой. То есть если вы едете там, где рядом есть велодорожка, но при этом вы предъявляетесь по тротуару самокат, сможет вынимать это и сможет предлагать вам перевеститься на велодорожку, если она есть рядом. В Госдуме намерена ужесточать правила и наказания. Для пользователей СИМАМИ предполагается, что в перспективе владельцев обяжут ставить транспорт на учет и получать номера. За нарушение водителям будут грозить штрафы до 5000, а также арест по 15 суток за управление в нетрезвом виде. Москва и ПМ. Смена курса. Российская валюта на торгах на сквозь к бирже в целом укрепляется, но сейчас, правда, рубль немного откатился. Американская валюта 77 рублей 5 копеек, евро 84.30, юань 11 рублей 8 копеек, нефть марки Brent в небольшом минусе 77 долларов за баррель. А в целом национальная валюта окончательно отказалась от нефти и теперь зависит только от потоков капитала, поясняет гендиректор компании «Скутник управления капиталом» Александр Лосев. По его словам, вся эта ситуация лишний раз подтверждает, что скоро мы перестанем ориентироваться на доллар. Рубль действительно продолжается двигать на Московской бирже. И здесь надо уже признаться, что рубль совсем уже отрезался от нефти. Рубль падал пока нефть росла. Рубль укрепляется при падении нефта на официант. И связано это с тем, что рубль теперь полностью зависит от потока капитала. То есть как только прекращается от топа капитала из России, от вывод средств, так на Московской бирже баланс складывается больше рубля. И так очень мало долларов, которые не доходят до Московской биржи, потому что крупнейшие банки отрезывают от глобальной финансовой системы. Соответственно, дальнейшее пользование сенеценции и наследие финансового сенеценции придет к тому, что главная валюта будет взберегать рубль на пары. На долу рубль его рубль будет таких, как справочных. И вот сейчас консенсус на рынке, что 75, такой базовый курс, скорее всего, только на самом деле, а может быть, это в конце квартала. А при этом уже скоро рубль может войти в зону серьезной турбулентности, а впрочем, как и другие мировые валюты, отмечает Александр Лосев. Впереди у нас очень интересное событие. Возможно, дефолт по безопасности обязательств в СССР, который сейчас активно обсуждается и в Конгрессе, и на финансовых рынках, аналитиками, банками и так далее. Вот это вызовет такую мощную турбулентность. В случае, если в СССР добыт технический дефолт и приведут задержку по выплату. По долгам, то все будет очень непредсказуемо. Рубль может как укрепиться на 60, так и упасть на 80, на 85. Все будет зависеть от того, как будет развиваться этот кризис, если он, конечно, будет развиваться. Поэтому мы должны просто пережить буквально следующие 2-4 недели жарких дебатов и перспектив. Потому что сейчас мировые форсорынки пока еще не верят, но, в принципе, уже готовы к чему-то очень-очень неприятному. На самом деле, цены на нефть тоже сыграли немалую роль. Укрепление национальной валюты, насчитает главный аналитик платформы банкеру Богдан Сварич. Но, по его словам, это не значит, что нам стоит рассчитывать на стабильный рост курса рубля. Если вы идете сила на валютном рынке, то мы видим, что последний национальный валют укрепляется, вычеркивается достаточно активно. Так, 2,5 рубля до последнего времени смогла опуститься где-то с 82 рублей до 75 рублей. Фактором, работающим в пользу укрепления национальной валюты, в частности поступает ситуация цены на нефть. И мы увидели на прошлом, в последние 5 сессий, достаточно активное восстановление, что позволило нефти марки Brent вернуться в диапазон 75-80 долларов за баррель и закрепиться в его середине. Сейчас, наверное, стоит говорить о том, что на национальной валюты есть еще определенный потенциал, но пока существенных поводов для сильного укрепления с текущих уровней мы не имеем. А, скорее всего, рубль еще долго будет колебаться в коридоре от 75 до 80 за доллар, продолжает Богдан Зварич. По его мнению, сейчас на финансовых рынках нет никаких предпосылок для резкой перемены курса. Вполне возможно, пара доллар-рубль может опректировать поддержку на уровне 75 рублей в ближайшее время, но закрепление под данным уровнем пока выглядит, наверное, маловероятно. С точки зрения региональных факторов все-таки долгосрочные перспективы, скорее всего, и дальнейший рост в последние валюты со стороны импортеров, что будет, соответственно, оказывать давление на рубль и, соответственно, будет вести к его ослаблению. Ну, с текущего момента, наверное, можно говорить о том, что диапазон 75-80 рублей, наверное, сейчас не поступает под платным на рубль. И, скорее всего, мы увидим вредацию доллара в этом широком диапазоне. Основная криптовалюта в красной зоне, ну, не сильно просили. Биткоин стоит сейчас примерно 27,5 тысяч долларов, эфир – 1800. Москва, Аликта. Новый Мерседес Е-класса получил еще один двигатель. Недавно представленная модель шестого поколения не избежала даунсайзинга. В европейской спецификации не осталось ни одного мотора с восемью или шестью цилиндрами. Весь набор состоит лишь из двухлитровых трубочетверок различной степени форсировки. Ценителем Мерседесов с объемными движками дорога на американский рынок. Именно на нем будет предложена версия Е450 «Ферматик», под капотом которой разместятся трехлитровый агрегат мощностью 380 сил. В продажу такие автомобили поступят к концу года. Тогда же станут известные цены. «Порше» готовит премьеру самого легкого и драйверского 911-го. Презентация секретной модели состоится 8 июня в день 75-летия постановки на учет первого «Порше» Ростера 356. Источники, близкие к марке, утверждают, что модель получит индекс СТ и экстремальный аэродинамический обвес. Капот и колесные диски возьмут утрековые GT3, а двери и крышу сделают из углепластика. Под капотом установят атмосферный обозитный шестицилиндровый двигатель объемом 4 литра, развивающий 510 лошадиных сил. Возможно, версия СТ ознаменует окончание жизненного цикла, актуального 911-го. Пока об автономилках все, продолжайте движение и не теряйте скорости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Москва. Главное, 5 минуты. Четыре человека пострадали в результате мощного взрыва в Милане, сообщает местная пресса. Взрыв произошел в центре города, загорелись несколько зданий, машины припаркованные рядом, улица в районе происшествия затянула густым дымом. По предварительным данным, взорвался кургон, перевозивший газовые баллоны. Минобороны Британии подтвердила передачу Киеву крылатых ракет большой дальности. Речь о комплексах Storm Shadow, которые могут поражать цели на расстоянии 300 километров. Как уточняется, Киев пообещал Лондону, что эти ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины. К ней Киев относит и новые российские регионы. Горячую воду в домах москвичей начнут отключать в ближайший понедельник, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков. График опубликован на портале мэра еще в нескольких сайтах. Кроме того, информация есть в мобильном приложении «Моя Москва» и на сайте Московской Объединенной Энергетической Компании. Ну и можете у нас запрос. Роман с «Молодежной», «Молодежная 4» у вас, ну, можете пока расслабиться, не скоро, 24 июля только отключатся, до 3 августа. А с другой стороны, все уже это переживут, а вам еще с этим как-то жить. Ситуация на московских дорогах шла на 6 баллов, во многом, наверное, из-за погоды тоже третье транспортное кольцо, внутренняя сторона, Шарико-Падшипниковская улица.